Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 20. Маркеры растяжения Хорошо, теперь рассмотрим маркеры растяжения в Reaper'е Маркеры растяжения позволяют нам либо растягивать аудио и миди-айтемы, или сжимать их, подгоняя под тайминг или даже под нужную высоту Это бывает полезно в самых разных ситуациях Например, когда нужно выровнять сыгранную партию по сетке или подогнать под другие треки, чтобы все партии звучали ровно Например, чтобы бэк-вокал попадал в соло-вокал, не выбиваясь из ритма Этими маркерами можно пользоваться как для подгонки небольших фрагментов, так и крупных Давайте посмотрим, как это делается Вот у нас гитарный трек, и в первом фрагменте он немного выбивается из ритма Давайте послушаем Заметили, что гитара чуть опережает барабаны? Послушаем еще раз Давайте исправим это с помощью маркеров растяжения Для их создания мы сделаем вот тут увеличение Щелкаем там, где мы хотим поставить маркер Затем делаем правый щелчок Заходим в маркеры растяжения И выбираем «Добавить маркер растяжения в точке курсора» Можно также воспользоваться горячими клавишами «Shift W» Выбираем команду И вот тут появляется маркер растяжения Захватив его и перемещая, мы можем растягивать аудиосигнал Но если маркер всего один, то смотрите, что происходит Уменьшим масштаб И видим, что растягивается весь айтем В большинстве случаев нам это не нужно Лучше всего создать несколько маркеров, минимум три И потом уже работать Например, представим, что нам нужно исправить только эту ноту Тогда один маркер мы ставим здесь А другой вот здесь Тогда редактирование этой ноты не затронет положение всего, что находится за пределами этих двух маркеров Все, что находится по эту сторону от маркера и по эту, остается нетронутым Мы можем растягивать эту ноту И только ее тайминг и высота будут изменяться Так что лучше создавать вот такие страховочные участки, которые не будут затрагиваться при растяжении айтемов Но давайте поправим тайминг всего данного фрагмента так, чтобы ноты попадали в барабанную партию, расположенную по сетке Для удаления маркеров выделите весь айтем Сделайте правый клик Зайдите в маркеры растяжения Далее в маркеры растяжения в выделенных айтемах И потом удалить Все маркеры выделенного айтема удалятся Это важно, потому что действие данной функции не разрушающее Все, что мы тут меняем, в любой момент можно отменить Изменения в файл не записываются Есть и другой способ создания маркеров растяжения, более быстрый С помощью клавиш модификаторов Давайте один поставим сюда Но вместо Shift-W на PC нажмите Ctrl и Alt А на Mac'е зажмите Command и Option И затем делаем щелчок мышью там, где мы хотим поставить маркер Другой маркер поставим здесь И все, что находится правее этого маркера, останется нетронутым Это такой страховочный участок Теперь давайте исправим тайминг этого фрагмента Сделаем приближение Поставим маркер сюда И сожмем данный кусочек так, чтобы он оказался точно на линии сетки Сейчас у нас активирована привязка к сетке Маркер привязывается к ней Мы можем отключить привязку И тогда маркер будет перемещаться свободно Но в данном случае мне нужна привязка То же самое сделаем с этой нотой Ставим сюда маркер И тащим его к ближайшей линии сетки Делаем так, чтобы каждая нота располагалась точно по сетке А все, что находится здесь, остается без изменений То есть вот тут мы двигаем, а этот участок остается без изменений Послушаем, как это звучит Теперь партия ровная, но вот высота изменилась Потому что по умолчанию изменение тайминга также приводит к изменению высоты Иногда это нужно Например, когда вы хотите отрегулировать высоту, сделав ее выше или ниже Но в нашем случае нам нужно сохранить изначальную высоту Для этого мы делаем двойной клик по айтему Открывается окно свойств айтема Мы познакомимся с этим окном позднее Пока же поставьте флажок вот здесь Сохранять высоту при изменении скорости После этого перемещение маркеров растяжения не приводит к изменению высоты айтема Меняется только тайминг Послушаем Так намного лучше Но это можно сделать иначе Не обязательно расставлять маркеры по сетке вручную Давайте переделаем этот фрагмент Выделяем Правый клик Заходим в маркеры растяжения Маркеры растяжения в выделенных айтемах И удалить Теперь начнем сначала И снова, вот этот кусок в начале чуть спешит Но вот этот фрагмент звучит хорошо Поэтому вот здесь мы снова создаем страховочный участок Нажимаем модификаторы Один ставим сюда Второй ставим в начало Для еще одного страховочного участка И теперь поставим их в начало каждой ноты Один здесь Другой тут 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 А этот трогать не будем Теперь мы создаем выделение Отсюда До сюда Не затрагивая страховочные маркеры Вот этот и этот маркеры В выделение не входят Теперь делаем правый клик Заходим в маркеры растяжения И затем сюда Маркеры растяжения в выделенных айтемах В выделенной области Это значит, что операция будет выполнена только в пределах выделенной области И затем нажимаем привязать к сетке И эта операция осуществляет квантование всех наших маркеров Теперь послушаем И снова, намного лучше, чем было И это быстрее, поскольку данная операция сама расставляет маркеры по сетке Мы также можем корректировать длину нот В данный момент Вот эти две ноты И вот эти две Получились короткими Но допустим, мы хотим сделать их еще короче Это можно сделать с помощью маркеров растяжения Просто ставим один сюда И тянем сюда Укорачивая данную ноту То же самое сделаем с этой нотой Тоже укоротим ее Вот как это звучит Получился такой эффект стаккато То же самое сделаем и вот с этими двумя нотами И послушаем Разница очень ощутима Вот как было А вот как стало Можно и наоборот Удлинить ноты Потянув маркер в обратном направлении Этот сюда А этот сюда То же самое сделаем и с этими двумя нотами Теперь они стали длиннее Очень круто Качество звука при этом Зависит от выбранного вами алгоритма Снова сделаем двойной клик Открыв окно свойств Вот тут мы можем выбрать алгоритм для операции растяжения Сейчас здесь стоит алгоритм по умолчанию Который устанавливается в настройках проекта Вот тут Сейчас тут стоит вот этот алгоритм Но для разных айтемов мы можем устанавливать разные алгоритмы Их можно выбирать вот здесь Алгоритм выбирается исходя из того, что вы делаете В зависимости от песни, от источника Алгоритм может меняться Также можно отметить вот эту опцию Оптимизировать подтембр источника Вам просто нужно все это попробовать, чтобы понять, что именно вам больше подходит Эти настройки для разных источников могут давать разные результаты Далее, если мы закончили операцию и нас все устраивает Мы делаем правый клик и выбираем «Склеить айтемы» При этом будет создан совершенно новый аудиофайл, в который будут записаны все операции растяжения Но, как я уже говорил, это делать не обязательно Вы всегда можете вернуться к маркерам и внести изменения А если результат вас не устраивает Снова сделайте правый клик И удалите маркеры И вот перед нами изначальный айтем Вот как работают маркеры растяжения в риппере Поехали дальше Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...